Депутат Госдумы Андрей Гурулёв в рамках своей рабочей поездки в Еврейскую автономную область пообщался с представителями общественных организаций, волонтёрских и добровольческих объединений. По словам парламентария, разговор с молодёжью организован для разъяснения происходящих событий в зоне специальной военной операции и самой России в целом. Также депутат поделился своим видением целей и задач нашего государства – роли молодого поколения в развитии страны. «Я далёк от мысли, что молодёжь, которая сегодня собралась со мной на встречу, не имеет цели и задачи. Вы глазами посмотрите, они полностью мотивированы на то, чтобы идти вперёд. Моё дело – объяснить, как идти, где кому, в какой последовательности и как нам прийти к той победе, которую мы все очень ждём». Общественники задавали вопросы разного характера. Они были связаны как со специальной операцией, так и с местными проблемами. Но ситуация на Украине, будущее этой страны, оказалась главной темой, равна, как и тревога за состояние близкого нам народа, долгое время находящегося под прессом антироссийской пропаганды. «С которыми им приходится жить уже на протяжении не восьми, не десяти, а правильно было сказано, уже 30 лет. Мы с вами можем представить, что это выросло не одно, а как минимум два поколения. Андрей Викторович дал ответ, и действительно вся встреча прошла с многими другими мыслями, в которых стоит задуматься о перспективе дальнейшей политики Российской Федерации». Волонтёры также поднимали вопросы строительства новой школы в Биробиджане, необходимости введения начальной военной подготовки в учебных заведениях, социальных выплат для военнослужащих и перспективных направлениях работы для волонтёров и добровольцев. «Было интересно узнать что-то новое, то, чего никто не расскажет из первых уст, то, что не поддаётся большой огласке, то, что, так скажем, о чём-то, о чём он рассказал из жизни своей, какие-то примеры приводил, какие-то цитаты, возможно, даже пример из фильма привёл. Поэтому это была, конечно, очень интересная встреча, очень познавательная». Екатерина Кувалдина, Богдан Патрин. Новости 21.